Виталий, приветствую тебя! Наш традиционный с тобой эфир. Говорим о событиях рыночных с позиции новостного фона, с позиции технического анализа. Делимся видением рынка, даем конкретные рекомендации, помогаем, собственно, ориентироваться тем, кто ищет информацию, как быть, как действовать и как, в принципе, работать на площадках. Ну, давай тогда традиционно перейдем к демонстрации экрана. Сегодня, я думаю, что, поскольку прошлый эфир у нас выпал по определенного рода форс-мажорным обстоятельствам, фактически итоги подводим неделю. И большой промежуток времени, особенно для такого активного рынка, как вот в последние дни. Так, демонстрация должна была пойти. Индекс доллара. Ну что ж, друзья, в прошлый раз, когда мы разбирали ситуацию с американской валютой, она была гораздо выше текущих значений, в районе 90-70. И как раз на этот уровень я рекомендовал смотреть, как возможность для продажи через отложку, там, целостоп. Собственно, сейчас индекс доллара находится в районе 90 пунктов, и это не первый раз, когда индекс пытался оказаться ниже данной планки. Уровень очень важный, очень стойкий, можно даже назвать его психологическим. Сейчас, конечно же, будет очень многое зависеть от того, как станет меняться новостной фон, и будет ли он достаточным для того, чтобы убедить продавцов все-таки топить дальше. Я в отношении доллара никогда не питал каких-то иллюзий. Я понимаю, что ситуация может измениться, но мне кажется, прежде чем доллар можно будет рассмотреть на покупку, с ним можно прогуляться ниже текущих значений. И, в частности, попробовать добраться до уровней 89-88-50. Даже не хочу сейчас скролить, потому что для индекса доллара, даже на часовом таймфрейме, все равно это движение является очень значительным, и сразу как меняется диапазон. Короче, самое главное сейчас все-таки добиться того, чтобы упала поддержка 90 пунктов. При текущих, конечно же, котировках я уже никакую сделку рекомендовать не хочу, потому что совершенно неясно, как рынок поведет себя дальше. Но с позиции фундамента могу сказать, что рынок по-прежнему ждет новых мер стимулирования. Последние новости о том, что их должны принять до 15 марта. Я рассчитывал, что это произойдет еще до конца этого месяца. Но вот очередной дедлайн, который сместили практически на три недели, если взять за основу текущую дату. Мы будем следить за тем, какой будет выходить статистика. Каждый отчет – это еще один аргумент в пользу этих стимулов, либо против. Вот, кстати, распродажи, которые начались на прошлой неделе, они были связаны с выходом слабого отчета по заявкам на пособие безработицы. Это один из основных индикаторов в состоянии рынка труда. И, конечно же, все тут же осознали масштабы сохраняющегося экономического бедствия американской экономики, потому что без здорового рынка труда, конечно же, ничего не будет меняться в процентных ставках и вообще в монетарной политике. Короче, пока все в пользу того, чтобы доллар продавать. И я смотрю только лишний. По аналогии с индексом доллара европейская валюта, безусловно, коррелирует. Ну, пара евро-доллар. Котировки текущие 1.21.62. Сделка была раньше байлимид с уровня 1.20.50, но вот как уровень технический отработал себя неплохо. Ну, за технику, конечно же, сейчас я говорить не буду. Разворот произошел на этом значении, потому что он произошел на этом значении, поскольку в этот самый момент началось тотальное ослабление доллара. И цели по паре евро-доллар, они прежние. Это 1.22-1.22.50, но поскольку рост все-таки такой активный, динамичный, я думаю, что не нужно себя ограничивать сейчас сопротивлением 1.22. Можно попробовать рискнуть и ставить на дальнейший, еще больше рост. Также была сделка по золоту, когда я рекомендовал поработать через отложку с уровня 1.785. Мы сейчас выше этого значения. Опять же, сделка локально приносит хороший профит котировке 1.810. По этим инструментам новых сделать не будет, потому что нужно посмотреть, опять же, как впоследствии доллар отреагирует на экономические стимулы и как он поведет себя вблизи этого уровня поддержки. Если, опять же, к нашему с тобой следующему эфиру будет уже возможность у меня говорить о котировках ниже 90 пунктов, тогда постараюсь дать новую сделку. Пока новых рекомендаций не будет. За исключением только лишь британская валюта, которая за последние несколько дней показала просто феноменальное ралли. И сегодня, опять же, на азиатской сессии мы все, наверное, уже по графикам могли оценить масштабы вот этой бычьей динамики. Хай составил 1.42.40. Я раньше покупал фонд с целями 1.40. Эта цель была благополучно сделана. Из сделки я вышел. Но вот сегодня у меня прям руки чешутся. Я считаю, что фунт очень сильно перекуплен, перегрет, существеннее, чем прочий риск. И хочется попробовать поймать его на коррекции, на снижение. Очень рискованная сделка. Очень рискованная. Это для тех, кто прям хочет тоже, как и я, поспекулировать на внутридневной динамике и считает, что согласен со мной, что фунт задрали слишком высоко. Сделка селл-стоп с уровня 1.41.50, стоп-лосс 1.42.10 и тейк-профит в районе отметки 1.38.50. Очень серьезный потенциальный обвал у пары. Но самое главное, чтобы сейчас все-таки инициатива пришла к продавцам. Хотя с позиции фундамента то, что я сказал сейчас по доллару, это по идее то, что должно располагать дальнейшим уростом и британской валюты. Но еще раз повторюсь, что эта сделка очень рискованная, хотя бы потому, что она против тренда. Виталий, слово тебе передаю. Видно мой рабочий экран? Да, все видно. Так, всех приветствую. Ну давайте начнем с фунта, так как ты на нем закончил. Что я могу сказать по данному активу, с тобой согласен, скажем, по поводу того, что данный инструмент перекуплен. И плюс, что мне нравится в данном инструменте на текущий момент, то, что на азиатской сессии был вот этот выброс наверх. То есть это на низкориквидном рынке, когда Европа, Америка спит, это как бы, скажем, такой более европейский инструмент. И обычно вот такие выбросы бывают на кульминации, на завершении тренда. Возможно, это уже был пик поставлен по фунту. И в принципе, как ты сказал правильно, это рискованная сделка в шорт. Можно рассматривать, шортить данный актив. Или там лимиткой, как ты показал, да, или из текущих. В принципе, я поддерживаю данную идею. Конечно, для какого-то идеального шорта хотелось бы получить сильный импульс вниз, да, хотя бы там пунктов 150-200, возможно больше. И на коррекции продавать данный инструмент, возможно, у нас здесь будут не только те цели, которые ты поставил по профиту, там 38, а возможно будет разворот данного тренда. Я замечал, как часто вот такой выброс, как был ночью, был по фунту, так, что-то пропал экран. Так, у меня что-то пропало, правильно? Нет, все видно. Значит, у меня что-то глюкнуло, потому что я не вижу. Я вижу, как ты даже мышку сейчас крутил. Да, у меня что-то глюкнуло, не понимаю, в чем суть. Ну, закончим по фунту, в том, что, вот я помню, был там 2016 год, когда такой выброс был по фунту, даже по нефти несколько было таких моментов, когда вот тренд заканчивал свое там снижение или рост, обычно делали такой выброс. Последнее обычно это было на азиатской сессии, после этого тренд разворачивался. Поэтому есть признаки на разворот тренда. Я, конечно, хотелось бы подождать сильного импульса вниз, уже для такого сильного подтверждения смены тренда. А сильного это на сколько, Виталий? Сколько примерно? Это на глобальный разворот, скажем так. Это больше фигуры? Да, то есть это возможно там на пунктах, там около тысячи пунктов, возможно больше, скажем. Учитывая, что фунт у нас волатильный, это возможно даже на полторы-две тысячи пунктов, скажем, вот этого пика, который у нас на текущий момент присутствует по фунту. В таком формате. Но, скажем, я лично буду там уже продавать и советовать, скажем, своим клиентам продавать в том случае, если будет подтверждение хорошее, чтобы не было как с нефтью. Мы тоже ждем данный рынок перегреть сильно, и я бы хотел, чтобы нефть сделала тот импульс сильный и на коррекции продавать, так как каждый такой небольшой импульс, который есть даже по нефти, даже по фунту был, его сразу выкупали и шли дальше по тренду. Поэтому фунт, я думаю, что это его там последняя кульминация при сильном импульсе вниз буду уже конкретно рекомендовать. Но сейчас можно тоже, скажем, рискованно продавать под твоей рекомендацией. То же самое, в принципе, и нефть перегрета. Жду аналогичного, скажем, разворота, но пока нет хорошего сигнала, чтобы остановить такой среднесрочный тренд в таком формате. Поэтому пока, так как что-то у меня глюкнул монитор, я не вижу ничего. Давай тогда закончим по фунту, поэтому я придерживаюсь. Уже когда будет что-то более понятное по рынку. Слушай, ну а пару слов тогда, понимая, что картинки у тебя нет перед глазами. По поводу индекса доллара, ты как думаешь, 90 пунктов дадут продавцы ниже? Ну, я думаю, что дадут, могут дать, но это, я ожидаю, скажем, ниже 90, как ложный какой-то вынос. Аналогичный евро-доллар я был еще на прошлой неделе в продажах, потом перевернулся в конце недели в пятницу покупки. Даже на этой неделе мы покупали евро и в последнее время я чуть-чуть перевернулся в шорт с небольшим риском, так как понимаю, что могут вынести по евро где-то в район 1.22 и потом вниз. Но это пока предположение, скажем, не действие. Потому что вот первый инструмент, который развернулся, это вчера, ну и на днях уже, это доллар-франк. Если посмотреть на него, то это единственный инструмент с этой группы, который я все время их анализирую, это индекс доллара, евро-доллар и доллар-франк. Он, кстати, показал рост доллара вчера очень сильный, даже сегодня чуть-чуть продолжил на азиатской сессии. Поэтому я вот так, возможно, на опережение, что евро будет разворачиваться, индекс доллара тоже. Но пока такого очень-очень сильного сигнала я не вижу, нужно что-то, чтобы нарисовали мне понятное. Возможно, евро еще подбросит в район 1.22 и потом, если нарисуется сигнал, то буду его продавать уже, так скажем, с таким хорошим объемом. Потому что пробовали вчера продавать, что-то он пока не идет, но такой малый риск мы заложили где-то в процентном соотношении, от 0.5 до 1% риска на эту сделку, так как она сугубо основана на том, что доллар-франк вчера утром я пропустил покупку, некоторые ученики взяли очень хорошо, а я пропустил и думаю, вот сейчас отработаюсь на евро-долларе, а он пока не идет и, наверное, он попытается еще вынести или там хорошо протащить флонд его. Понял тебя, Виталий. Да, ну и плюс индексы, как мы видим, ушли вниз, возможно, не потянут за собой доллар, по индексам это коррекция или уже пошел этот глобальный разворот, потому что мы сделали такие неплохие цели, это 4 тысячи практически сделали, это психологическая цифра и, возможно, у нас пойдет снижение и индекс доллара развернется. Но это пока догадки, будут хорошие сигналы по индексу доллара, по евро-доллару в шорт, я буду говорить, и по фунту аналогично, но фунт можно с небольшим риском пробовать. Все понял, спасибо тебе, тогда следим, следующая встреча у нас с тобой на следующей неделе, то есть, в принципе, времени-то пройдет очень много. Хорошо, что сейчас мы не ставим, конечно же, точку в нашем с тобой повествовании, но все-таки сейчас вот мы с тобой заканчиваем торговая сессия среды, ну, практически только начинается. Мы видим рынки на психологических уровнях, на таких важных, и с этих значений, конечно же, все будет зависеть от того, кто в итоге вот на рынке Форекс окажется сильнее сейчас покупателей, либо продавцы доллара, потому что именно от этого зависит, продолжит ли риск расти, либо все-таки развернется нападение. Но пока вот мы солидарны с Виталием, что фунт даже при поддержке слабого доллара, но забрался слишком высоко, и практически 99% того, что развернуться он может либо прям с текущих значений, либо прям совсем еще чуть-чуть вверх, и уже будем падать. Ну да, и даже доллар-иена, вот она уже развернулась, я думаю, по отношению к доллару, да, вот она росла все время за последний год, я думаю, что там тренд уже развернулся, и сейчас стоит покупать доллар-иену долгосрочно, скажем, там фигур там 500, на 500 пунктов тысячу, возможно, даже больше, скажем, в долгосрочном формате. И доллар-франк, возможно, он уже тоже развернулся, то есть есть уже некоторые инструменты, которые показали, что уже все, по ним тренд развернулся, а по другим активам пока это под вопросом, как мы видим, есть какое-то, скажем, такое разногласие почему-то, еще там не переключились игроки в другую сторону. Так, ну что тогда, хорошего у тебя закрытия недели, и до следующей встречи в понедельник. И классных выходных. Пока. Пока.